Здравствуйте, с вами Самит Алиев. Начну с хорошей новости, с новости, которой нельзя не порадоваться. Как сообщают некоторые армянские СМИ, примерно на 200 членов Армянской Революционной Федерации Дашнак Цутюн, да, те самые Дашнаки, с которыми мы, к сожалению, неплохо знакомы. Так вот, на них заведены уголовные дела. В кое-каких случаях уголовное дело и доброе дело – это даже синонимы. Например, вот как в этом, насчет Дашнаков. Давно пора. Они уже, как говорил Жеглов, года три лишнего на свободе ходят, но то Жеглов говорил, помните, про соседа Дебошира и пьяницу. Так вот, а Дашнаки? Они с самого 1890 года, с самого дня создания партии, уже целых 134 года лишних на свободе находятся. В большинстве случаев Дашнаки обвиняются в подкупе граждан с целью пополнения рядов участников уличных акций протеста. Но от того самого движения Тавуш, который на самом деле Тавузгала во имя Родины. Небольшой исторический экскурс. В своих мемуарах бывший министр финансов Первой Армянской Республики, той самой, провозглашенной в 1918 году, Григор Джагитян пишет следующее. Позвольте процитировать. Дашнаки, бежавшие из Еревана, взяли с собой из Государственного банка Армении и Казначейства драмы, золото и иностранную валюту. При отступлении в Зангизури, не оказывая никакой помощи охваченному паникой народу и солдатам, они впустую тратили государственные прибыли согласно своим капризам. Конец цитаты. В общем, этот шаг нынешних властей Армении вполне понятен и даже предсказуем. Основным оружием Дашнаков всегда был террор. Вот, думаю, власти Армении предпринимают соответствующие шаги, играя на опережение. Дашнаков и сами армяне неплохо знают и прекрасно осведомлены об их методах. Так что тут мы ставим нынешней власти Армении твердую четверку. Почему четверку? Ну, по нашему мнению, нужно действовать решительнее. И это займет немного времени, максимум три дня. Вот сами смотрите. Один день на составление списка наиболее одиозных партийных деятелей. Второй день на выяснение их точного нахождения. А третий день уйдет на то, чтобы их всех отловить. И, как говорил Бене Крик, замечательный, кстати, персонаж Бабеля, покласть в мешок. Кстати, вот мы со своей стороны готовы оказать армянским властям все возможное содействие. Потому что дело это доброе. Видите ли, для обуздания Дашнаков есть одно замечательное средство. Мы его в свое время опробовали и ничего, очень даже хорошо получилось. Например, в середине 1906 года в Баку была создана организация Ди Фаи. В переводе это оборона. Организация была создана под руководством Ахмедбека Агаева, Мамедгасана Гаджинского и еще нескольких не менее серьезных людей. Главной целью Ди Фаи была защита мусульман от армянских боевиков и произволом местной администрации. Меры Ди Фаи принимала жесткие, и эти меры порой несправедливо критикуют, хотя это было всего лишь адекватным противодействием. Ну, знаете, как оно бывает? Нож на нож, бомба на бомбу, маузер на маузер. Другого языка не понимает никто. Далее, в то же самое время в Гяндже возникла организация Гейрят, во главе которой стояли Насиббек Усуббеков и Олегпербек Рафибеков. Программа партии предусматривала отделение Кавказа от России на федеративной основе и образование автономии в районах, где преобладает мусульманское население. А уже в 1907 году в Тифлисе возникла партия Мюдафия, которая придерживалась программы Ди Фаи. Ну, методы партии были жесткие, но действенные. Именно создание этих организаций стало единственным заслоном на пути дашнакского террора против мусульманского населения Южного Кавказа. В общем, если что, обращайтесь и будьте уверены в положительном решении этого вопроса. Но, к сожалению, есть и не очень хорошие новости. Прямо скажем, плохие. Например, в Ириване до сих пор не закрыт так называемый офис бывшей сепаратистской хунты. Ну да, я о бандитах и террористах, которые мнили себя государственными деятелями. Вот давайте так. Если правительство Пашиняна на самом деле от души признает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, то почему этот офис до сих пор существует? Почему они не несут уголовную ответственность? Да там же одно выражение лиц должно заинтересовать соответствующие органы. Вот наши органы заинтересованы и будьте уверены в случае чего сработают оперативно и профессионально. Вот всякие Бако и Рубенчики подтвердят. Но соответствующие органы Армении должны сделать это раньше. Ну хотя бы для того, чтобы у нас не возникло сомнений в искренности заявлений армянских властей о признании территориальной целостности Азербайджана. Всякие правительства в изгнании и представительства несуществующих и распущенных недогосударственных образований нужно запретить в законодательном порядке. А то как бы чего не вышло. Видите ли, степень доверия напрямую зависит от анализа данных. А если есть данные о том, что офис бывшей сепаратистской хунты все еще есть, а его не должно быть вообще, то это очень нехорошо. И снижает степень нашего к вам доверия даже не в несколько раз, а сразу на несколько порядков. Так что соседушкам придется приложить кое-какие усилия, чтобы заслужить наше доверие. Когда мы проявляем мягкость, они, их покровители, принимают ее за слабость. Армянская элита по глупости, а ее покровители по должности. Ну работа у них такая, ими работать. Так что мы расстроены подобным поведением армянской стороны. И расстроены тем более, что относимся и продолжаем относиться к премьер-министру Пашиняну. С глубоким и искренним уважением. Кстати, вот здесь я просто поменял имена. На самом деле эту фразу Чоу Энлай сказал про Джавахарлала Неру. Когда Индия в 1962 году пыталась претендовать на часть китайской территории и потерпела сокрушительное поражение. Самит Алиев специально для Калибер Ас.